Я покупал бесконечно ружье и закончить вот эти вот бега, связанные с поиском своего идеального ружья. К сожалению, я тоже входил в эту категорию. Привет, друзья! С вами Иванов Юлиан. Сегодня я хочу с вами поговорить на тему, как долго и бесконечно можно искать свое ружье или идеальное ружье. Есть разные категории стрелков, те, которые коллекционируют ружья в сейфах или в сейфе, или те, которые имеют разные виды охоты, охотясь на пернатых или на копытных. А есть, к сожалению, категория охотников или спортсменов или стрелков. К сожалению, я тоже входил в эту категорию, когда я покупал бесконечно ружье, чтобы найти свое ружье. Покупая в магазине, я всегда смотрел на ружье не в металле, не в курке, не в чем-то другом, я не знаю, не в чоках, а именно как оно лежит на мне и остаюсь ли я в своем естественном положении. Поэтому, чтобы закончить вот эту бесконечную эпопею, я не подвожу к себе, чтобы вы заказывали именно у нас приклады. Я предлагаю вам у себя по месту, либо у нас, если по желанию, заказать приклад и закончить вот эти вот бега, связанные с поиском своего идеального ружья. Так как, ребята, на самом деле, те ружья, которые подходят под вас, они полностью идеально подогнаны таким образом, что вы попадаете в мишень, получаете удовольствие, становитесь счастливыми. Не только на охоте, стрельбе, но и в семье, и на работе. Поэтому вся эта бюрократия связана с документами, с оформлениями, разрешительными какими-то процессами. Это очень длительная беготня. Когда вы копошитесь, ищите форумы, опросы, запросы с друзьями, можно просто поменять приклад. Ружье я сегодня, пройдя какое-то время, покупаю оптимальное по весу. Для себя я хочу выбрать именно то, чтобы оно было тяжелое. И приклад, ребята, приклад ставлю на ружье, для того, чтобы ружье было полностью комфортным. Я оставался в естественном положении, и чтобы то, как я когда пью кофе, или то, как я ношу эти болотные сапоги, я не чувствую вес. Также я не должен чувствовать вес ружья, ребята. Поэтому ставьте лайки, если было полезно. До скорой встречи. Обязательно встретимся в эфире. Спасибо.